Где говорят о том, что не нужно освободить предпринимателей от прессинга бюрократии, силы кофе на монополии. И начинается с очень тревожных слов, которые, думаю, жители России уже слышали и понимают, что за ними не следует ничего хорошего. Мы реализуем программу демонополизации экономики и снимем монопольные цены. Мы уже пережили одну очень успешную демонополизацию экономики. Итогом, который закончилась, все равно ее итоговая опять монополизация, только на других она разобрали, и оно пересобралось точно так же на других основаниях. И массовое падение уровня жизни. Поэтому, когда говорят, что сейчас мы займемся демонополизацией, и там у него прям есть, что... У меня где-то было выделено, почему-то распечаталось, но не все. Еще говорится о том, что нужно будет покончить с секторальными монополиями, и там тоже провести демонополизацию. Но самое... и в энергетической сфере, и везде-везде, то есть даже в стратегических отраслях экономики нужно будет привести демонополизацию. Это очень тревожный звоночек. Но вот, к примеру, есть такой экземпляр отличного... Это отличная демонополизация энергетической сферы, как реформа РАО ЕС. Удачная была реформа РАО ЕС, она сильно привела к тому, что повысится конкуренция, что снизятся цены и так далее. Дело в том, что, скажем... Спросите людей в регионах, где сейчас проблемы с отоплением возникли. Ну, веерное отключение и все прочее. Не знаю, вот как ссылаются авторы программы Навального на развитый мир. Можно сослаться тоже на развитый мир. Например, на Великобританию, где в программе Корбина написано, что везде, где проводилась приватизация, цены стали выше, качество товаров стало хуже. Поэтому мы отменим монополизацию, там, приватизацию железнодорожных путей, там еще что-то было, почты, водоснабжение и т.д. Там есть одна очень важная технологическая вещь. Дело в том, что если речь идет о поставке однородного и стандартного ресурса, ну, как электроэнергия, допустим, или как вода, то как можно произвести конкуренцию здесь? Практически технически это невозможно, потому что для того, чтобы провести конкуренцию, ну, нужно, так, допустим, мне провести, там, 5 или 10 водопроводных кранов от разных компаний. Технически это невозможно. Это значит, что, да, если у вас будет 50 компаний по отношению к ванковому потребителю, каждый из них все равно остается монополистом. Но при этом издержки возрастут. То есть это достаточно известная вещь, изученная как раз на примере Великобритании. И вот говорит, что запретят проверки бизнеса, а также запретят помещать предпринимателей под стражу по экономическим преступлениям до вынесения приговора. То есть предприниматели станут такой, не знаю, высшей, наверное, кастой, на которой их нельзя будет лишний раз проверить. Например, как они соблюдают трудовое законодательство. Нужно же проверять. Или санитарные. Или санитарные нормы, мало ли что еще. А нужно запретить все эти проверки. И, соответственно, лучше не сажать. А дальше там еще в программе есть выделенная мной широкомасштабная амнистия по экономическим преступлениям. Именно. Которое будет. И отдельно крупно выделено, что в России непонятный капитализм, при котором государство контролирует больше половины экономики и командует бизнесменами. Однако, во-первых, нужно, ну, как мы смотрим, сколько. Если смотреть стандартный показатель доли государственных расходов в проценте от ВВП, то Россия занимает далеко не лидирующие позиции. Гораздо больше во Франции, Австрии, в Нидерландах, в скандинавских странах, безусловно, государства по этому показателю гораздо больше контролируют. Но здесь делается главный вывод, что такая система мешает развитию страны. То есть, сам факт, не то, что государство контролирует больше половины экономики и делает это неэффективно. Нет, нет, нет. Сам факт того, что оно контролирует, мешает развитию страны. А то есть, проблема не в том, что люди контролируют плохо, а что это вообще нельзя контролировать. Это единственный вывод, который можно сделать. Предлагается отменить вообще налоги для малого бизнеса, заменив его патентным сбором. Это, кстати, нормальная идея, потому что... Это как на Кубе. Как у Фиделя Кастро. Собирать налоги с ряда небольших предприятий зачастую это административно сложнее, чем просто сказать им раз воплотить. А к тому же денег они принесут действительно все равно немного. Планируется снизить налоги на фонд оплаты труда. Страховые взносы с 30 до 15%. Пишется, что это снимет барьеры для повышения зарплат в частном секторе экономики. То есть, нужно, наверное, полагать, что пока не было этих налогов, все стремились, работодатели, повышать зарплату. Не спал ночью просто, как я повышу зарплату работнику. И сейчас, если высвободится 15% средств, на которые они сократят эти налоги, эти деньги, конечно, будут сразу же пущены на повышение зарплат работников, потому что частный сектор очень хочет этого сделать, но государство стоит у него на пути, говорит, нет, ты не будешь повышать зарплаты, нет, ты не будешь заниматься высокими технологиями, нет, ты не будешь экспортировать изделия с высокой добавленной стоимостью. Вот, еще важнейший пункт. Мы помиримся с цивилизованным миром.